Болельщик без команды Болельщик без команды Это ваш покорный слуга Дело в том, что у меня была Любимая команда Киевская Динамо Всю свою душу и сердце я отдавал этой команде В 1975 году Мне показалось, что стою на пороге Мировой славы любимой команды В своих мыслях рисовал Взятие межконтиненталки Кубка мира в национальных футболках Но в 1976 году Эти мечты стали таять А в 1977 году Растаяли совсем С максимальным упорством Я ждал триумфа любимой команды Но и вовсе не было Успехи в 1986 году Меня не ошеломили Взятие Кубка Кубков было слабой тенью Той мощи, которой обладала Киевская Динамо весной 1975 года Интуиция мне не изменила 1987 год Был началом Нового периода смуты Который, на мой взгляд Тянется до настоящего дня В 2000 году я не выдержал Однажды после очередного пузыря Киевского Динамо Журналист спросил У Лобановского О причинах провала Валерий Васильевич Ответил более чем лаконично Мяч круглый Эта капля и переполнила Чашу моего терпения Но главная причина Потемнение команды Своих в команде Можно было пересчитать На пальцах одной руки Стало очевидным Что Киевская Динамо Со своими традициями С былой многолетней Славной историей Перестала существовать Для меня Для меня перестала существовать Появилась обыкновенная Трансфертная команда И не более того С 2000 года Я стал бесклубным Футбольным болельщиком До сих пор Болею за украинский футбол Но не за какую-то конкретную команду Кстати сказать Ответ Лобановского Мяч круглый Дал старт идее Написания концепции Проекта создания Мастер команды Меня также беспокоят Судьбы российского И белорусского футболов Но я не гражданин этих стран И не имею права на голос А у себя в Украине Могу высказать свое мнение Ни на кого не оглядываясь Даже если это кому-то не нравится Еще тогда В 2000 году Я понял Что без радикальных реформ Без пересмотра Идеологических Футбольных постулатов Догнать футбольную Европу Мы не сможем Есть только один путь Достичь цели без реформ Скупать мировых звезд Но для этого Нужны деньги Если кто-то такой путь Считает правильным То флаг вам в руки Господа Я же уверен в том Что абсолютно реально Оставить за спиной Мировых футбольных грандов С минимальными финансовыми возможностями Нужны только реформы И не на словах А на деле И не обязательно В масштабах страны Достаточно Осуществить реформы В рамках отдельного клуба И не обязательно элитного На мировую славу Заслуживает не только Киев Москва Или Минск Но и Житомир Чернигов Речица Тамбов И так далее Необходимо только Ваше желание У меня все Господа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok